Ну вот, получается как-то так, понимаете? Ну вот новый статус Китая и Синцзенпина лично не столько подчеркивает визит Макрона, хотя он характерен, конечно, сколько товарищ Си сам проломил в себе этот новый статус. Буквально несколько месяцев такой, это... Вот я, как бывший советский человек, которого долбили там в школе 10 лет, у меня остались какие-то страшные мемы российской пропаганды, в частности, «Триумфальное шествие советской власти». Это был такой раздел в истории 18-го. Да, в революции, которая шла по территории Российской империи. Вот. Так вот, «Триумфальное шествие». Товарищ Си начался в Пекине. Ну давайте называть вещи своими именами. Он провел государственный переворот. Он покончил с введенной Дэн Циопином и очень эффективно работавший в Китае системой партийных лидеров. Такой чекинг против возможного захвата власти персональной. Ну и после чего поразгласил себя китайским императором. Причем с такой идеологизированной начинкой. Не просто вот я тут буду сыграть самый главный, а вот Си, очевидно, вот его группа, которую он возглавлял, она имела гораздо более сильную антиамериканскую окраску, чем такая средняя по китайскому политикам. Так что это им удалось не без борьбы, но мы помним драматическую сцену, если бы она не была комической, когда охранники выводили его предшественника, товарища Ху, из зала заключительного заседания 20-го съезда партии. Ну примерно так, как мы помним из российских исторических, советских исторических документов, Бухарина вывели с заседания пленма ЦК и прямо на Лубянку. Но я не думаю, что товарища Ху направили на Лубянку, но вообще это новый стиль для последнего 20-летия китайской партии. И сразу же, ну в историческом масштабе, сразу же за триумфом внутриполитическим последовал внешнеполитический. Я боюсь, что большая часть нашей и российско-украинской аудитории недооценила значение этого шага, ну которое условно называется примирение Ирана и Саудовской Аравии. Ну не знаю, насколько примирение, но в общем ему удалось как раз на антиамериканской повестке сблизить, ну так как заклятых врагов Соединенных Штатов, просто террористическое государство Иран, и пытавших как-то варьировать свою политику саудитов. В перспективе создания такого, ну, китайские пропагандисты бросаются такими формами, что Россия остановила тысячелетнюю религиозную войну между суннитами и шиитами. Не знаю, это несколько преувеличено, но изменил он ситуацию серьезно на Ближнем Востоке. Ведь вся политика Израиля, достаточно успешная, последние лет 15, была на сближении с арабскими монархиями. Он заключил дипломатические отношения и ряд соглашений экономических, четырьмя из них, и был на пороге исторического установления дипломатического отношения с Саудовской Аравией. И вдруг Саудовская Аравия установила дипломатические отношения как раз к его заклятым врагам, которые не скрывают цели физического уничтожения Израиля. Вот в той списочке на картинке варваров некоторые наблюдатели добавляют сегодня и Саудовскую Аравию. Ничего не получится. Пока мы будем думать, что все рассосется, рассосемся мы. Конечно. И подрыв их в случае не обходил. И конец тогда всем. А как все начиналось? За три дня захватим Киев. Теперь мы слышим совсем другую военную аналитику от Оли Скобеевой. Кажется, она и ее друзья начинают многое понимать. Слава ЗСУ. Слава Украине. Привет. В эфире российских пропагандистских программ две важные темы. Украинцы все видят. Это первое. Второе. Нравится, не нравится. НАТО расширяется. Общая граница альянса с Российской Федерацией удваивается. И вывод. Российская пропагандистская обслуга делает очень и очень простой. Путин все про... Просрал. Там сверху видно все. Где окопы, где рвы, где зубья драконы. Стоят у человека неискушенного волосы дыбом. Иными словами, американцы все видят. А если так, то значит видят и украинцы. В этом смысле как устраивать оборону, когда вот все вообще как на ладони. Мы еще не начали контрнаступление. Но у Скобеевой уже волосы дыбом. Смотрите, что происходит. Ребята, это просто фантастика. Что показывают у Оли Скобеевой и супруга в части нанесения ударов Украиной. Да-да, это программа 60 часов ненависти к Украине. Если внимательно посмотреть на эту карту, то мы видим, что бомбы падают на украинский оккупированный Крым. Но если присмотреться внимательно, то на континентальной части Украины уже российские танки выгорели вместе с флажками. Там нет российских отметок. Это говорит о том, что кто-то самый умный в программе Оли Скобеевой освободил захваченную часть Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Мы, конечно, на этом не остановимся. Мы можем уже, в принципе, быть уверенными в том, что это будет основной целью или направлением наступления ВСУ. Они могут пойти, отбивая Артемовск, они могут пойти на Донецк, они могут пойти в Крым, они могут попытаться развить прошлогодний успех, как им кажется, который был ими достигнут в ходе нашего отхода из Херсона. Успех в Херсоне не кажется. Украинская армия освободила этот единственно захваченный украинский областной центр после 24 февраля 2022 года. Возникает вопрос, а что они так заерзали? И да, мы видим, мы видим их везде. Есть места, где Олег, конечно, может уединиться. Возможно, это ее гримерка. Но кто разжигает? Кто заставляет просто паниковать? США и их союзники наращивают военную помощь Украине. Заявлено, что только в этом году они готовы поставить свыше 200 танков западного производства, более 400 современных боевых бронированных машин. А может быть, это уже все стоит на вооружении Украины? Вы наверняка видели вчерашний пакет военной помощи почти на 3 миллиарда. Это наколедовал Владимир Зеленский, которого нехорошими словами называют на болотах. Да, Шойгу вроде бы сказал, что они уже уничтожили хулиард хаймарсов. 14 хаймарсов. Но в этом списке почему-то новых хаймарсов нет. А боеприпасы к хаймарсам есть. И когда Шойгу говорит, что они уничтожили очень много украинской военной техники, ему почему-то не сильно верят. А не верят ему, потому что война в Украине это не танковый биатлон. Мы убиваем их наверняка без вот этих вот до первой крови, я здаюсь, ничего подобного. На оснащение украинской армии поступает дальнобойное средство поражения, в том числе реактивные снаряды с увеличенной дальностью до 150 км. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео.